Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами сделаем небольшой такой тест. Я нахожусь в Нью-Йорке, и я пару дней назад приобрела средство бренда Glossier. Я думаю, большинство из вас о нем уже слышали. И я сейчас, в общем, с этим макияжем и Glossier, я расскажу, что я использовала, как я это использовала. Сегодня такой небольшой туториал-тест, дефис-тест, от человека, который не профессионал в макияже, который просто попробовал это средство и рассказывает свой отзыв для тех, кому интересно, потому что мне очень многие начали писать в директ. Так что давайте стартовать! Так, ну что, будем стартовать. Сегодня, в первую очередь, я должна, в принципе, рассказать, что у меня было из покупок в Glossier. Я увидела огромное количество комментариев, когда сделала у себя в Инстаграме stories про Glossier. Я знаю, что многие из вас знают об этом бренде. Это американский бренд, созданный девушкой по имени Эмили Уайс. И эта девушка изначально создавала платформу о макияже, уходя за собой, а потом решила создать свой бренд. И вообще, все девушки, которые сами чем-то занимаются, которые что-то делают, которые создали свой бизнес, more power to you. Я всегда это очень поддерживаю. И бренд сам по себе очень крутой. Основанно, изначально такая тематика этого бренда, что это натуральная косметика, которая не меняет слишком ваши черты лица, ничего сумасшедшего не добавляет, она просто подчеркивает то, что есть. Допустим, выравнивает тон кожи. У нее есть уходовая часть косметики, есть декоративная часть косметики. Я брала и то, и другое. Сейчас все покажу и буду сразу вместе с вами делать этот макияж. На самом деле, впервые снимаю такого рода видео на эту камеру, поэтому если что-то не так, если что-то не в фокусе, сразу, простите, я тут тестирую. Не знаю, шумно слышно вам или нет. Я попробую пока что. Ну-ка, фиксируйте кондиционер. О, замечательно. Будем с вами стартовать. На мне сейчас я уже пользуюсь косметикой Мадер. Я о ней рассказывала. Это уходовая косметика, которую мне косметолог назначил, поэтому это все уже сейчас на мне. Но перед тем, как я буду стартовать с нанесением макияжа, во-первых, я нанесу то, что здесь я приобрела. Вот это, кстати, огромное количество всяких штук, которые ты получаешь, когда ты приобретаешь в Глосье. Они любят делать подарочки. Не знаю, постараюсь сделать так, чтобы вам было видно наклейки. Я знаю, что многие поведены на этой теме. Так. Косметика продается в результате упаковывается вот в такие пакеты. Я думаю, что вы их 100% видели, если следить за брендом Глосье. Эти пакеты замечательные. Потом можно использовать в путешествиях, чтобы было круто. Плюс внутри вот эта вот такая лопательная бумага, которую я обожаю, она выруточная. И вся косметика фасуется по таким пакетам. Первое, что я нанесу, это вот такое средство. Это Глосье Прайминг, Прайминг Моистурайзер. Это увлажняющий праймер-крем. И несмотря на то, что я уже нанесла увлажняющий крем, я нанесу еще один для того, чтобы я вчера просто тестировала эту косметику, и все получилось круто. Поэтому я нанесу его для того, чтобы лучше впитывалось все, что будет поверх. Для того, чтобы лучше была увлажнена кожа. Сегодня, кстати, абсолютно замечательный день. До этого мы прилетели с Костей, и несколько дней подряд была безумная жара. Было 36-34 в тени. Очень душно и высокая влажность, потому что здесь бетон, и от бетона поднимается эта жара, которая, естественно, никуда не уходит в землю, просто потому что бетон не имеет такого свойства. И было просто невыносимо ходить по улицам, безумно жарко. Ты весь мокрый, ты немножко прошелся, и все, у тебя уже просто... Все платье, футболки, все мокрое, лицо блестит, тело блестит. Мне многие спрашивали про секрет моего блеска естественного кожи. Вот он. И сейчас вчера прошел... Позавчера прошел дождь с этого момента. Вчера было прохладно. И как прохладно? Относительно прохладно. Прис-25, прис-26. Сегодня еще чуть ниже температура. В Цельсии это где-то 20-22. Просто идеально. Это моя любимая температура. Поэтому я еще не выходила на улицу, но Костя выходила и сказала, что на улице классно. Поэтому я готова. С утра очень интересная такая разница во времени, что я, например, здесь просыпаюсь, а в Киеве уже часть дня прошла. Сейчас здесь 10 утра, а в Киеве уже где-то 4-5 вечера. Это значит, что в основном я просыпаюсь и просыпаюсь к большому количеству каких-то сообщений рабочих, на которые нужно отвечать. Это всегда немного стрессов утро добавляет, потому что мне нужно сразу сфокусироваться на работе, ответить на сообщения, всем раздать какие-то руководства, прочесть почту, на все ответить, только потом приступать к утренним ритуалам. Вот. Я нанесла этот темп, он очень классный. Я думаю, что я еще возвращусь, куплю пару упаковок новых. Мне очень нравится, он быстро впитывается, у него нейтральный кремовый запах, и он действительно хорошо сидит под косметикой. То есть целью он свою полностью оправдывает. Ну и понятно, что они разрабатывали классную упаковку, и им это удалось, потому что это упаковка, которую хочется вот так вот трогать, смотреть на нее, бла-бла, эстетика хорошего уровня. Я даю крему немного просто впитаться, я наношу его абсолютно везде на лице, он очень приятно ложится, никакого липкого следа не оставляет, и его много на самом деле не нужно. Увлажняющий крем. Так, Buildable, то есть его на самом деле можно все больше и больше наносить, мне вот этого вот такого маленькой горошинки хватает. Дальше. Я пошла all-in, честно говоря, я просто все, мне кажется, накупила, то, что там было. И это вот такой Glossier Bum.com, это увлажняющий бальзам для губ, это с нейтральным запахом. Я наношу на губы, распределяю. Мне он нравится, я бы не сказала, что это лучший бальзам, который я когда-либо пробовала для губ, поэтому если у вас стоит выбор, то этот можно не заказывать, ничем сумасшедшим он не отличается, просто симпатичная упаковка, помещается в сумку, но в последнее время я не очень люблю бальзамы, которые нужно пальцами наносить, потому что я считаю, что не очень гигиенично. Одно дело, это стик просто нанес, а то ты постоянно пальцем туда лезешь, пальцы потом руки нужно вытирать. В общем, это не самый удачный вариант, но вот большой плюс этого бальзама в том, что потом он такой классный, его можно наносить в том числе на кутикулу, чтобы увлажнять кутикулу. Это мы все сделали, идем дальше. Следующее, что мы будем делать, я сейчас сделаю полностью весь макияж, только с помощью гластье. Я взяла, получилось так, что я нахожусь посередине двух оттенков. Тинта для лица, то есть такой легкой тональной основы и консилера, поэтому я оба взяла. И, конечно, инклюзивность у них не на высоком уровне, потому что на самом деле для себя я взяла следующие оттенки. Medium, то есть средний оттенок, и Dark, темный оттенок. И после Dark есть всего еще один, то есть девушкам, даже у которых мулатки, а уж тем более афроамериканкам, в принципе, не из чего выбрать. И большинству из них не подойдет ни один из оттенков консилера или тонального, который у них продается. Просто, чтобы вы знали. То есть если я Dark, то извините, это я с загаром, то тут сразу становится понятно. Перед тем, как перейдем к тональному и всему подобному, я буду оформлять сейчас брови. У Glossier нет никакого карандаша для бровей. У них есть только Boy Brow, достаточно знаменитое средство, которое закрепляет брови и дает им определенный такой оттенок. А мне нужно их немного оформить, поэтому я всегда начинаю с помощью вот этого карандаша Anastasia Beverly Hills. Я вчера себе просто еще приобрела парочку, потому что когда ты находишься в месте, где ты просто можешь зайти и купить это средство, а не заказывать его, это всегда замечательно. И я не уверена, что я буду сейчас забегать еще покупать дополнительные экземпляры всех этих штук. Уже остальное все я буду заказывать через Picketup.com.ua. Я рассказывала о них. Это сервис, который доставляют из Америки, из Британии. Я большинство всего заказываю через них, если что-то они доставляют в Украину. А с этими средствами мне просто было интересно уже подождать Нью-Йорк и попробовать, если мне понравится, заказывать через них, просто потому что я не буду целую пакован все везти. Сейчас оформляю свои брови с помощью вот этого карандаша. Да, у меня оттенок топ. Я об этом карандаше уже рассказывала, поэтому не уверена, что эта часть вам будет очень интересна. Их немного зачесываю вниз. В Нью-Йорке, кстати, особенных зажиры. У меня вообще полностью истощается желание активно краситься. И единственная причина, почему на самом деле я крашусь, это потому что, когда я снимаю, определенная пигментация на лице видна, если я без косметики. Плюс, если я делаю фотографии, там, допустим, брови, ресницы и все остальное, лучше более пигментированным выглядят, когда они накрашены хоть чуть-чуть, потому что иначе все сливаются вместе, особенно если фотографироваться издалека. Это единственная причина, почему я крашусь, потому что на самом деле я все равно делаю достаточно естественный макияж, я никогда не наношу тонну теней или какой-то такой плодный тональный крем, тем более на каждый день. Я сейчас беру, провожу вот такую небольшую линию вверху. Мне очень нравится оттенок топ, он не теплый, он как раз такой нейтральный, потому что теплые оттенки брови мне не подходят, а многие карандаши очень ржинкой дают, когда ты красишь брови. Основу, основание, то есть видите, вот это вот начало брови ближе к носу я вообще стараюсь сильно не трогать, для того, чтобы оно резким таким переходом не было, знаете, вот иногда блюти-блогеры, американские, те, которые красят такими интересными тенями глаза, они очень жестко вот эту линию здесь проводят, потому что они более такой артистический макияж, у меня естественный макияж, который типа должен выглядеть как отсутствие макияжа, поэтому чем более естественно это выглядит, тем лучше. То есть на самом деле, что я делаю с бровями, я просто немного больше их подчеркиваю. и придаю форму, потому что если я просто нанесу этот бой брау, а это гель с тинтом, он форму никакую не придаст, он просто чуть больше пигмента добавит бровям, а мне нужно, чтобы была определенная какая-то форма. Прочесываю их. Тут такие классные есть, как палочки для ушей, которые специально для различных бьюти-процедур для макияжа созданы, и очень удобное такое заострение на кончике позволяет, например, что-то лишнее убрать в макияже, если вы допустили какую-то ошибку и выше определенной линии. Так, теперь они более-менее равны. Я еще один момент, который не глазье делаю, я закрепляю сначала брови вот этим вот гелем от Lancome, который я уже показывала, потому что он бесцветный, но он очень правильно укладывает правильники. Потом уже сверху тем. Но сначала даем высохнуть. Я уже говорила, он сначала такой немного белый, а потом становится прозрачным, но он очень хорошо действительно их укладывает. Чик, чик, готово. Так, с бровями пока что разобрались, подождем, когда высохнет это средство. Переходим, собственно, тинту для лица. Называется он Perfect Skin Tint от Glossier. Два оттенка, как я уже говорила, средний и темный. И я их миксую, потому что средний слегка желтоватый, но он будет идеально подходить мне, когда я уже буду без загара. А темный слишком темный для меня сейчас. С большим загаром будет идеален. А в миксе с средним замечательно смотрится. Вот так они выглядят. Маленькие, аккуратные баночки. Средства достаточно. Фишка этого средства еще и в том, что не нужна, в принципе, никакая кисточка. Капелька этого. Боже, я превращаюсь в бьюти-блогера. Страшно. Не теряйте меня. Так, получается очень симпатичное такое создание, смесь двух цветов. Я их также рукой размешиваю и наношу. В первую очередь на нос, то есть точка, где нужно мне больше всего покрытия сделать. А потом на другие части лица, лоб. И на самом деле очень многие говорят, что в нем вообще нет покрытия. В нем есть покрытие. Это просто выравнивание тона лица. Больше ничего от этого тинта ждать не нужно. И мне, в принципе, больше ничего от него не нужно. И он тоже билдбл, то есть на его можно больше наносить. Мне он действительно нравится. Я не ожидала, что он мне так подойдет. По ощущению, он немного сравним с клиник таким тинтом, который я вам показывала. Это их линия спорт для занятий якобы спортом, но можно наносить просто и на каждый день. И вот это очень похоже. По текстуре, правда, чуть-чуть мягче. То есть, если сравнивать тот, что был клиник тинт и этот, клиник чуть больше покрытия дает. И клиник чуть более маслянистый по ощущению. Этот более водянистый. Или даже на крем похож, когда вы нанесли кожу просто шелковистая. Очень приятная. Как вы видите, ничего радикального не происходит, а мне ничего радикального и не нужно. Я вам что-то с ним переборщить вообще нереально, учитывая, что он так легко распределяется по лицу. Для меня, в принципе, вот это вот самый лучший макияж. Просто выравнивание тон лица, ничего сумасшедшего. Единственный момент, который я сейчас делаю, вы увидите, когда я нанесу все кремовые средства, я закреплю немного пудры, просто потому что ввиду возможной жары на улице, если ничем не закрепить, средство ничную течь на лице. Это не самое приятное чувство. Все. Тинт нанесла. Сейчас мы его закрываем. Он очень, на самом деле, приятный, на лице приятный. Он целый день держится, что удивительно, я была уверена, что с моей комбинированной кожей через пару часов он уже не станет. Поэтому я вчера протестировала перед тем, как сегодня делать макияж. И мой макияж, в моем, естественно, восприятии, вот вчера, если вы видели видео, в котором я была в кроссовках, голубой юбке, встречалась с Сашей, была на показе. Вот это был макияж с помощью всего глоте. Вы уже видели, как этот макияж выглядит через пару часов, через три часа, четыре, пять. И мне кажется, что он выглядит замечательно. Так, этому даем немного впитаться, и параллельно с этим наносим консилер. Консилер, он называется Stretch Concealer, он действительно Stretch, это Нью-Йорк. Но самое интересное, что это Нью-Йорк, вы его сейчас слышите утром, а мы его слышим ночью. То есть, посреди ночи, сколько, в два часа ночи, да, может проезжать пожарная, машина с пожарной сиреной, потом скорая. И все они считают, что нужно делать сирену так, чтобы вы слышали ближайших три района. Я не знаю, зачем? Не знаю. Я не знаю, честно говоря, и это здесь закрыты сейчас окна. Я не знаю, слышали вы только, насколько сильный был звук или нет, но это закрытые окна. Просто, чтобы вы понимали. И никакие беруши не спасают. Так вот, Stretch Concealer, это он действительно stretch, то есть, он растягивается, не оставляет никаких комочков, очень классный. Выглядит он вот так, тоже, как я говорила, он в двух оттенках, в темном и среднем. И я их смешиваю, некоторые я ношу где-то вокруг носа. Один, который более светлый, medium, и один более темный. Просто пальчиком наносим. Более светлый я распределяю сейчас у глаз, более темный у носа. И пальцем все делает, кстати, безумно удобно, никаких кисточек, не нужно ничего. И он безумно приятный, он по ощущению, как будто бы вы крем наносите. Он более плотный, чем скин-тинт, который наносишь. Дает чуть больше покрытия. С ним же можно будет корректировать, если с бровями что-то не так. Чик, принесла, распределила. Есть еще какие-то зоны, которые мне хочется корректировать. Где я его вот так вот опять же пальчиком набираю. Наношу. Распределяю. Мне очень нравится ощущение нанесения макияжа пальцами. Я с этим проблем вообще никаких не испытываю. Выключила кондиционер и сразу жарко стало. Чик. Вот так сейчас выглядит. Как видите, просто тон кожи, более ровный. Еще вот здесь бывает какая-то краснота, она переносится. Я ее тоже стараюсь убрать с консилером. И этого консилера, его плотности и текстуры мне полностью хватает. Пока что, в принципе, из тех средств, забегая наперед, которые я пробовала, не было ни одного, которое бы меня не разочаровало от Блосье. С нанесением консилера закончили. Закрываем вот эти вот милые упаковочки. Они слишком тяжелые. Такой консилер, на самом деле, совсем не хватает места и нужно вообще упаковать все в ручную кладь и прям совсем-совсем нет места. Можно просто один взять консилер, его распределять по всему лицу. Я с этой проблемой тоже не вижу. Пока что возвращаемся к бровям. Я пользуюсь оттенком... Я взяла два, но сейчас я пользуюсь оттенком блон. На удивление, он не желтый, и не рыжий, а как раз просто идеальный, более светлый. Очень много средств я просто убираю. Вот так выглядит упаковочка. Снимаю со щетки и наношу. Я еще, конечно же, попробую наносить его вообще без вот этого предыдущего геля, чтобы посмотреть, как он закрепляет действительно волоски. Но у меня мало надежды на его стойкость в плане закрепления волоском в определенном направлении, поэтому пока что так. Мне нравится оттенок блон тем, что он достаточно нейтральный и не слишком темный. Но сам темный, то есть браун оттенок, я тоже попробую еще. Чик. Есть. Сейчас посмотрим, насколько ровно. Вроде все хорошо. Если что, я подкорректирую отдельно свою вот эту вот волшебную гигиеническую палочку. Следующий пункт нашего плана это вот эти румяна. Это жидкие румяна, которые можно использовать в качестве и бронзера, и контуринга, и всего остального. Я два оттенка смешиваю. Первый, который я абсолютно всем девушкам с более теплым подтоном кожи советую, это оттенок вот этот под названием Dusk, насколько я помню. Да. Вот так он выглядит. Абсолютно классный оттенок. Мне безумно он нравится. Я не могу вообще насладиться им в достаточном количестве. Он такой персиково-коричневый, что замечательно работает как румяна и как контуринг одновременно, и как бронзер. Ним больше ничего не нужно. Бросите просто так вот на вот эту часть руки. Он очень легко распределяется, но нужно работать быстро, чтобы не оставалось со цветными пятнами на лице. Видите, сразу определенный такой пигмент коричневато-персиковый появляется. Мне он очень нравится, и он работает в том числе замечательно как контур. То есть больше ничего не нужно, никаких бронзеров, ничего. Его можно еще и на глаза сюда наносить, чтобы определенный объем передать им, глубину точнее. И под глазом. И пока я использую кремовые продукты, я пудру не наношу, чтобы не сбивать текстуры вместе. Чик, есть. Беру второй из них под названием BIM. Выглядит точно так же, просто чуть более розовый. Сейчас вы видите, что он немного отличается. Чик. Тоже распределяю и наношу на лицо. Мне безумно нравится вообще текстура всех средств, которые я попробовала от Glossier за счет вот этой вот кремовой основы. Они очень шелковистые кожу делают. И вот серьезно, абсолютно, целый день держатся. Что для меня огромное удивление. На веки можно немного нанести. Мы потом все равно нанесем пудру для того, чтобы все это закрепить. У Glossier есть пудра, но их пудру я не покупала, потому что она рассыпчета, и я не могу с ней путешествовать. Я буду вот этой пользоваться пудрой Fenty Beauty. Вы знаете, в принципе, что я как стилист, как человек не очень люблю яркий, сумасшедший макияж, поэтому, наверное, вот это вот мой идеальный макияж. Готово. Выглядит хорошо. Сейчас посмотрим, в стиле кремовой текстуры я нанесла. Если все, будем двигаться дальше. Да, по-моему, все. Мне кажется, что все. Теперь берем кисточку Fenty Beauty пудру. В жару просто идеально, она прозрачная. И вот так вот я наношу сверху для того, чтобы закрепить все, что я уже нанесла. У меня большое количество. Абсолютно везде. Особенно в Т-зону, так как у меня комбинированная кожа. Хорошо. Теперь по традиции наводим родинку. Еще у Лосье есть на самом деле их тушь Lash Slick, но мне она не очень понравилась по кисточке. Я сразу понимаю, что она будет немного склеивать ресницы. Это не мой подход. Вы знаете, что я люблю просто их разделять и немного подчеркивать, поэтому я буду пользоваться вот этой тушью. Перед тем, как я это сделаю, я все же немного закреплю пудровой текстурой бронзер, который я нанесла для того, чтобы он тоже держался. Поэтому возьму вот этот Hourglass. Я думаю, что вы уже видели в моем видео с Мальдив, как минимум. Нанесла. Есть. Есть. Смотрим, все ли получилось. Как жарко, господи. И последнее, что я делаю, это я крашу ресницы. Я их иногда сначала немного прочесываю и крашу. И второе, смотрите, какая разница. Многие спрашивают меня, я еще раз отвечу, просто чтобы вы знали, я не наращивала ресницы, ничего с ними не делала. Это мои ресницы. Просто когда я накрасила, лучше видно их реальную длину. Более того, я, честно говоря, видела наращенные ресницы, и мне кажется, что они не выглядят естественно. То есть многие девушки, которые наращивают ресницы, говорят, что они считают, что они выглядят естественно. И я, честно говоря, с этим не согласна. Особенно, когда человек не накрашен, а у него вот эти наращенные черные длинные ресницы. То есть, например, когда я не накрашена, мои естественные ресницы более светлые. Кончики все равно они такие длинные, по крайней мере, их не видно. Потому что они более светлые, не прокрашенные У человека, у которого нарощенные ресницы У него они черными и большими остаются Даже когда все лицо не накрашено И даже, а так в особенности это выглядит неестественно Так Теперь с помощью всей той же палочки убираем какие-то остатки Она, кстати, очень удобная для этой темы И помоем Макияж завершен Готов, сейчас посмотрю Да? Как выглядит? Естественно? Хорошо? Все? Макияж завершен На сегодня это все В принципе, большинство средств Даже все средства, которые я сказала, я попробовала Мне очень понравились Я их действительно советую Те, которые я не советую, я уже их упомянула Бренд классный И теперь, когда есть Ну, точнее, не если А когда эти средства закончатся Я новые буду заказывать обязательно На сегодня это все А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого Вашего дня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!